Всем привет, друзья! Сегодня мы побывали на катке в парке развлечений Лавина. Нам понравилось, будет, наверное, это уже в отдельном видео, перед этим видео. Так что сейчас мы просто решили записать влог. Покатались, все очень впечатляет. Появилось какое-то настроение, потому что сегодня 31 декабря. Я всех поздравляю с наступающим Новым Годом, а также видео выйдет, наверное, уже в Новом Году, поэтому с Новым Годом, Новый 2023 год. Мы покатались на катке, то есть прикольное место, более подробно вы увидите в обзоре. Сейчас идем где-то, попытаемся согреться. Дома, вероятно, нет у нас электричества, потому что снова массированная ракетная атака на Украину со стороны, скажем так, неприятеля. Будем, как это сказать, политически скромными. В общем, снова нас обстреливают. Вот сейчас пойдем согреемся, выберем место и все расскажем, все показано. Так, ну вероятнее всего согреваться будем в ресторане Кузен. Например, Макдональдс, который мы сейчас проходим, до сих пор не работает в Днепре. Хочется много. Да, Макдональдс хочется, потому что уже больше, не больше года, но практически год мы там не были. У нас машина едет. В общем, сейчас согреемся, может быть перекусим, потому что уже обеденное время. Ну, посмотрим по обстоятельствам. Много факторов, количество свободных мест. Вот, желание что-то поесть в ресторане, электричество, короче, посмотрите. Так, пришли мы в заведение ресторана, называется Кузен. Находится в Днепре, в районе Победы-6. То есть недалеко от того места, где мы были на Катке. Заказали чай. Самое главное, особенно в Днепре. Ну, и решили сразу перекусить бургер с телятиной. Здесь на выбор, бургер с телятиной, либо чизбургер. Ну, чизбургер просто там больше сыра. Ну, веселье. Просто два бургера. Обыкновенный чай. И согреться чайком. Вот, обстановочка такая, новогодняя. В принципе, прикольно. Давным-давно мы здесь уже тоже были, пробовали бургеры. Очень вкусные. Поэтому решили прийти именно сюда. Мы стали заходить в ресторан Нигарюй, который прямо находится в парке развлечения Лобина. Только потому, что, ну, как-то не хочется Грузию. И 31 декабря хочется что-то более разнообразия какое-то в виде бургеров. Ждем свой заказ. Дальше будем смотреть. Вот, в принципе, наш заказ бургеры. Сейчас покажу. Так выглядят наши бургеры. Есть перчаточки. У нас два одинаковых бургера. Есть соус, кетчуп, бургер, перчаточки. Есть картошечка и облепиховый чай. Также отдельно подают еще стакан воды. Вот так вот. В медицинской работе. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Видео вы увидите в Новом Году, поэтому с Новым Годом. А мы будем кушать, пробовать наши бургеры. Так, друзья, мы согрелись. Мы в ресторан Нигарюй. Вот, все было прекрасно. Съели вкусные бургеры. Запили чаем с Абликпиги. Что-то прицепилось у меня. Во, все нормально. В общем, все хорошо. Теперь у нас на часа 4 вечера. Последнее подготовление к праздничному стаду. Сегодня Новый Год встречать. Идем в магазин. Затем пойдем в кафе, заберем заказ. И будем встречать дома уже Новый Год. Правда, Новый Год. Как всегда, без снега. Зима такая у нас в Украине последние года. Юля согрелась? Да. Юля согрелась. Вот еще ресторан Бене. Которым красиво украсили. Обязательно тоже сходим, посмотрим. Так, друзья. Наступило утро. Уже 1 января 2023 погода. Хорошо мы отпраздновали. В принципе, ничего особенного. Посидели по-семейному. В 8 часов вечера. А в 12 мы уже спали. Да, посидели в 8 часов вечера. А в 12 уже не захотели вставать. Во время завтрака посмотрели поздравления президента. А сейчас вышли, вот, ближе к обеду. Набрались силами в яхт-клуб СИЧ прогуляться. Здесь немного изменилось. С момента обзора, который был. То ли осенью, то ли весной, то ли летом. В общем, сейчас прогуляемся. Посмотрим, что здесь. Покажу вам также, что изменилось. Сколько людей выжило после празднования. Ну, как-то так. Много людей в яхт-клубе. Много. Сейчас в Украине запрещены там фейерверки. Это 31 декабря. Ночь, точнее, из-за 31 на 1. Было такое тихое. Хотя кто-то там даже включил музыку. Было заметно, что все празднуют по домам. Потому что свет горел. Электричество было. Несмотря на то, что были тревоги. И нам пытались испортить наш праздник. Ну, вот, люди отдыхают. Мы тоже отдыхаем. Строительство продолжается. Яхт-клуба. Интересно, конечно, что будет здесь, когда все смогут реализовать. Все свои планы. Да, тут строят новую полосу для прогулки. Высадили уже деревья. Кустики. Настраивают еще один вход. Третий. Но пока что доход запрещен. Людей много. Пропала здесь место в выдаче уличной еды. Кафешка. Здесь машинки. Есть еще одно здание, которое все никак не откроет, не достроит. И здесь тир. Здесь что-то новенькое открыли. А здесь видно будет какая-то такая площадка. Что-то есть и под землей. Здесь вода. Прям какой-то торговый центр. В центре яхт-клуба. Может быть, будет что-то здесь разводить. Больше похоже на теплицу. Да, Юль? А мне кажется, это что-то там вода внизу и разводят рыв. Больше это напоминает. А то здание больше напоминает какой-то торговый центр. В общем, интересно, что сделано. Уже хочется увидеть, как оно в конце, какой будет результат. Слышал я также по новостям, что через какие-то разбирательства, что яхт-клуб Сич начал... Изначальный план был на одну территорию, потом они вроде как-то незаконно зацепили территорию побольше. Это я так на уровне слухов что-то там услышал. Я не разбирался, но... Строительство полным ходом. Жалко, непонятно по срокам. Когда это все закончится строить, чтобы посмотреть конечный результат. Да и, в принципе, какая будет система. Здесь входа, оплачивать. Что, в принципе, будет себя это представлять. Пока что так. Там будет прям такая пригорка. Такая искусственная коса идет. А здесь здание. В виде пирамид. Гуляем. Гуляем. Юлечка, вы хотите что-то передать нашим подписчикам? С Новым годом. С Новым годом. Просто болеем. У меня не разговаривается. Так, Юлечка немножко простылилась. У-у-у! Вы не все! Так, Юлечка! Ну да! Да! Гуляем. У-у-у. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такая большая птичка Вроде добрая Но немножко стрёмно Даже дети об этом говорят Добрая птичка Вот и страшная Оточки-мандаринки Четыре штуки Яхта Клуб Сич В зимний период Матмуазель Сегодня такая погода Вроде тепло 9 градусов Днепре Но ветер прохладный Поэтому мы решили Сворачиваться Идти домой Поздравляю всех с Новым Годом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok